В гостинице. И беру оттуда все пробники. Всегда. А че вот так? Тык набрал. Все пригодится. А че? А че нет-то? Да? Кто так же делает, как я? Сейчас вот мы возьмем. Капец, я похудел. Блин. Ну, это на самом деле хорошо. Хорошо. Ну, мне просто меньше нет. Ну, правда. Не, есть маленький. Ну. Да че я там буду намываться, что ли? Ну, правда. Вот это вот возьму. Вот. Уполнил влажные салфетки. А я, кстати, их купил. Вот куда я их положил, а вон они. Возьму сейчас. Все. Лицо худое стало. Я сейчас поправился, девчонки. Тань. Поправился. Да. Я был еще худым. Сейчас давайте взвесимся. Мне в самом деле даже интересно. Ну, взвешусь. Ну, вообще 80 килограмм мой вес нормальный. Поэтому не надо мне там говорить, что сильно я исхудал. Главное, не потолстел. Вот. Главное. Главное, не потолстел. Главное. Дружка вообще топ, поэтому поеду двадцать с ней. Обязательно. Потому что в больнице подушки, ну, сами понимаете, точно не такие. это куда я лечу да господи если я облетел куда-нибудь только в больницу данной операцию что-либо не смысле зачем уже все уже все деваться некуда так ладно ну смотрите давайте еще раз подумаем документы я взял паспорт взял снился взял медицинский полюс взял носки взял трусы взял полотенце взял футболки взял спортивный костюм поеду в нем тапочки остались зубную щетку завтра положу пасту положил вот эти всякие салфетки положил шампуньку положил что еще забыл памперс не брал что мне сделал местами что запираться пока не говорю не рассказываю после операции расскажу поэтому вроде я все взял все вроде взял больше ничего не надо или что-то еще взять зарядки зарядки завтра зарядки завтра это тоже такая мы не забыть шли их и забудут он ну интрига интрига нет просто не хочу говорить так пасту возьмем щетку ему завтра здесь все дэзик взял ушные палочки взял пасту взял свою любимую для бороды мне еще не надо крем взял я взял все да я знаю что вы не сглазить сосиски хочет соски соски и соски короче вот мой рюкзак осталось сюда только положить тапки у меня тут через зарядки только тапки не знаю как мы так вот эти сюда войдут такие соски не буду и соски пиковой дама ты куда тебе там понесло то блин какие-то соски крестик надето если не было у святой матрёне я его это но там снимут крестик нельзя нельзя и все что-то я думал мне так много надо много надо тапки очень шикарные еще раз вы нигде не купите если купите где-нибудь на волбрисе найдете вот такие дайте ссылочку пожалуйста ну я смотрел их там нет они шикардосные мягушки просто нога в них не потеет просто идеальные вообще поэтому если найдете такие на волбрисе не было и на зоне не было были только на судоводе моего размер будет только один каких кроксов где мне кроксы взять типа пробки ну вообще на и по идее наверное да но у меня он те их постирать надо да как настроение с вами лучше так важно быть в тапках реально они такие клевые как настроение вот без вас было бы хуже потому что один остаюсь у меня джерри нет кота нет его отвез вот и честно скажу прям так пустиночка дома когда один немножко такой типор мысли все егор честно скажи мне одна вещь давай ты щедрый я да я считаю что да я считаю что я щедрый ну как я люблю делать подарки там сидела я не жадный однозначно нет испортишь там свой любим так все понял тебя тогда беру эти так надо идти только их стирать мыть закинул пусть будет вот эти да вот такие начнет действовать ольга пьешь пенил он уже может действует а ты не знаешь так что можем попросить тебя что пиковые дамы там вот без пиздежа что без пиздежа ты щедрый да и спорта любими так все скажи как начать действовать винил привет привет да самое то да да но все окей ставками определились придется просто стирать помыть ладно я помою так завтра в этих кроссовках я не пойду я пойду в легких кроссовках не брать вот эти громоздкие ботинки поеду в своих вот хоть их помыть надо конечно чисто от тебя чисто от тебя то хочу на свое день рождения твое поздравление ну это не вопрос вообще когда у тебя день рождения скажи полно 10 не тогда когда у меня быть операцией чтобы я лежал подкатываться какой кривой из него прожить круто что ты не жадный если мужчина да вообще жадных людей не терпеть не люблю а те более мужиков я скажу вам так у меня брать братья двоюродные не буду ладно но он не смотрит меня такая жадоба мне и я даже общаться с ним не могу не потому что вот человек просто вот насквозь пропитывай какой-то вот передейством с каким-то жадностью мы были один раз в ресторане гречи принесли счет но он был с девушкой операции пока не говорю видео обращение качества до сделаем пикой дамы только не в день операции пожалуйста это вы моим подарком тебе хорошо и вопрос если тебе будет очень приятно получить мои поздравления я очень хочу тебе сделать эту приятность прямо с большим удовольствием честно я сказал я сделаю взять ты только мне там скорректируй там попадать и так далее и короче посидим в ресторане с ним он с девушкой сидит и счет приносит официант ну короче счет был такой знаете ну типа из разряда там 150 рублей осталось как бы на счету ну то есть дача и мелочи и он такой открывает причем я от нас себя заплатил он но он должен заплатить задержку слава богу слава богу что он еще у девушки не просил их запада аплодила хотя мог что он из этих людей как бы я не люблю таких людей жадных ну блин наверное он считает что это правильно но суть не в этом он ключ открывает эту вот папочку где денежка лежит и оттуда высыпается мелочи ну там падает полтинник этот бумажный это мелочь не как бы он полез его собирать все под стол ну то есть выглядело конечно не очень прикольно в итоге он короче собирает и потом просто ну то есть даже не оставляя хотя этого даже мало оставить на чай хотя да ну там и человек и это забирает зарядки завтра вроде осталось только тапки положить и зубную щетку могу уснуть знаешь я сегодня всю ночь не мог уснуть вообще я как бы не сплю нормально сейчас везде на инспирацию много очень мысли в голове всякой хрени душа болит за тебя ну хватит тебя уж прям душа болит за тебя я не люблю хочу прибраться у меня все проб прибраны как видите мне довольно чисто сейчас как бы в принципе у меня все все всегда по полочкам шкафчики но не всегда для меня собирает то есть я люблю чистоту но не всегда у меня так чисто ну приходит помощница она мне убирает раз ну как я позову их 2 иногда приходит когда сильно грязно вот но очень хочется уехать чтобы так было все чисто чтобы елочка у меня так стояла приехать чтобы все было тоже чисто правильно поэтому подушку я сегодня пальпа ней погнали посплю и уже завтра заберу собой да ладно чё классного квартирка маленькая на самом деле но уютненькая такая я живу здесь один с котом никого у меня здесь нет не бывает обычно вообще в принципе вот как то так ну мне иногда скучно здесь вот в одном видите как в одной локации то есть получать как бы кухня и и тут же спальня не спальне только типа зал но я его раскладываю чтобы валяться обычно он складывается побольше место здесь кровать поставил себе еще проектор прям сюда на стену светит чтобы не там засыпать потому что я без телека не могу спать то приезжайте в гости я вообще все дораста мужчина тебе надо вести блоге не для среднего ума что ты имеешь что я должен вести я вообще обычный чувак ну как бы ну я могу вот чем могу тем помогая могу помочь в похудении я это делаю вот такой мне балкончик и живой кстати на двадцать втором этаже мне очень высоко сейчас плохо видно но все очень высоко вижу всех слава богу окна не в окна и смею пусик такой летний валяться на нем с пледом свечечки ну так короче вот так это я в сочи ездил я катаюсь на сноуборде в этом году мне не получится связи с операцией это диплом по фенилу фенил вошел прорыв года по версии по в области фармацевтики вот хочу больше денег собственно читают мне подарил дарила галина цех писательницу книгу еще просто не начал читать не знаю может взять с собой вот это такая икона у меня георгий победоносцы но это как не иконы к картины наверно массажер ничего особого так вам показываю очень люблю свечи но все какое-то говно у меня ничего нормального нет вот как-то так купил такую штуку себе очень прикольно кстати стоит 1000 рублей на свете все очень прикольно и все нравится принципе что радуга запретили на минуточку привет миш поэтому знаете как бы радуга еще не понятно насколько это нормально тюрик привет тебе из москвы вверх ты что там делаешь отдам мишка и л а и а ты живешь там как вас там вообще нормально погодка у нас эти тепло все норм да тать оренбург привет привет оренбург я так не положу я спирят я думаю вряд ли мне разрешат курить но на всякий случай надо проверить прохладно на плюс у нас тоже прохладно как прохладно относительно нормально погоди так у меня покушать нечего потому что я за проложить в больницу и я ничего не покупал сковородку а я завтра сейчас посудомойку закину завтра закину посуду мой куда да потому что уже не влезет завтра еще закину этот шорты не забыть положить это и поеду и шорт мойку забрузил снег идет один раз выпал и растаял понял снег и поэтому есть мы видим сегодня нежели богата них вы начинать деньги на операцию пластической здесь поесть поедим бош пакет поэтому чего нам как говорится вы ебутся икру есть не будем да не мы еще тапки тайны ты мне с этим тапками положил бы эти тапки нормально бы хотел бы там пуховых но я их положил в ванну пока мне конечно лень мыть но я их помою обещаю там вкусный бульончик я люблю пить супчик супчик даже да я тоже люблю я буду кайфовать и вот уже тысячу лет не ел надо же так измениться надо же так измениться я иной раз сам думаю господи так а кстати я тут раз записался к парикмахеру с утра на 9 30 сюда пойду не поеду к своим пойду просто подстригусь нормально перед операцией а то меня там настращали говорят что нельзя ни в коем случае я теперь не понимаю вообще кого что делать то так чтобы не забыл зарядку посмотрим что за лица речта салате будет то есть все нормально все нормально, все нормально все нормально ух че зачем я не говорил наоборот никому про операцию ну то есть все знают что будет операция какая будет операции никто не знает потому что не буду говорить перед операцией потом расскажу после да вот я думаю тоже подстричься потому что я буду 10 дней в больнице и мне потом будет вообще не до стрижки тут хотя бы просто вот так немножко красивые губы спасибо обычный губу вообще не считает некрасивыми хотел их удалять причем это мои губы все думают что их там наколол никогда никого никогда не делал ничего с губами хотел наоборот их удалить делать тонкими но передумал был такой мне бизик да покажу результат не говорит пусть хорошо пройдет спасибо до екатерин так мы доширак готов все он скипел чайник сейчас говорю есть салатик с майонезом простите вы простите меня помнял креп и я как кот кот уехал по феде так я наверно все-таки сниму эти шорты потому что я боюсь я завтра их забуду так собой взять по-любому не не салатик оливье у меня скоблянт кошка вот у меня клёвый до джерри вообще у меня топчик его так все любят мне кажется больше чем меня когда редко выставляю все ли давай спать течет там 4 утра не здесь тоже поем и спать оля ты тут оль это вкусно пахнет отчинец пишет это тебе заработал или нет у да Продолжение следует... Эфир вылетает. Простите меня. Оль, я сейчас на работу, Оль. Ой, какая скобляжка у меня. Какая вкусная. Я подогреваю ее. Хотя можно и так. Как невкусно. Я в шоке. Ниша здесь. Продолжение следует... Так. Так. Все, вы все кушаете и не придерживаете? Да ничего я не придерживаюсь. Я все кушаю, Оль. О чем? Да, да. Я люблю вкусно покушать. Ну, Ширак. В два ночи. Что не есть вообще? Спасибо, Татьяна. Приятного аппетита. Вижу. Вода и так далее. Когда вода? Где вода? Здесь завтра же не будет. Когда я к Барбару? Завтра пойду вон. Возле дома. За 100 рублей. 500 рублей все удовольствие. Подстригут меня и все, чуть-чуть. Вкусно готовить? Я не могу вкусно готовить. Мне все чуть попроще. Быстренько вот так вот салати купил. Позволил. 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 Не пойму, что ты пишешь. А, и похудел при этом. Ну, блин, круто. О чем? Я все, если готовлю все очень жирное. Да не, ну. Все тоже должно быть в меру. Все должно быть в меру. Все должно быть в меру. В больнице эфир. Я не знаю. Завтра выйду, попробую. Завтра у меня же операция не будет. Вот. Сейчас у меня закончится там. И все будет отключаться. Буду кушать, что башни спрощать. Вот. И вам желать спокойной ночи. Эфир будет завтра. Я плане попробую выйти, но не знаю. Хинкалом. Хинкалом она меня угостит. Хинкалом. Хинкалом. Хинкалом она меня угостит. Смешная такая. Да все, ложись спать. Вот. И завтра попробую выйти с больницы. Молодец. Восемьдесят четыре девятьдесят шесть. Да херас. Нормально. Молодец. Молодец. Разогрел таки пяток прям. Так что попробую завтра выйти в эфир. Посмотрим вообще, что там будет. Может я там в палате буду не один. Я не знаю. Может кто-то соседи будут. Как бы ведь не особо удобно там, знаете, вот это вот. С вами там кривляться. Скажешь, что какой-то блогер к нам заехал. про операцию пока молчу ничего не говорим какая будет не скажу после операции поделюсь конечно впечатлением выйду ну как бы доктор сказал что нужно будет понаблюдаться дни 10 то есть я 20 будет операция это когда 30 декабря прям под новый год пипец да спасибо спасибо поэтому поэтому выйду буду стараться уходить может если получится я счастлив и счастлив вот поэтому короче увидимся блин так не забываем финил в продаже мои помощники отправляются все это делает на вопрос отвечает я на связи поэтому моя команда в деле поставки отправки продолжаются но недолго пятницу будет последняя отправка на этой неделе будет ли на следующий не могу сказать поэтому успеваете заказывать чтобы с нового года с вами начали после новогодних праздников начали худеть следующем году будет подорожание цены извините доллар растет все растет вот поэтому всех люблю всех целую что хочется сказать вам большое спасибо что были сегодня со мной этот вечер как я пропью финил через сколько можно будет оль что-то принимать его еще давай в личку напиши мне я отвечу оль не совсем понимаю вопроса чтобы уже это вот спасибо приятного спасибо не хочу пугать но сейчас ретроградную мирку мне уже сказали не золотим да мне уже тоже про это сказали так сегодня мой астролог сказал зачем ты выбрал это деньги не выбирал меня назначили вот поэтому всех люблю всех целую спасибо что были со мной пиковая дама блин ты хинкали жрешь ночью какие тебе блин это килограмму здесь горит не уходит мне просто короче спасибо что были со мной этот вечер эту ночь уже вы скрасили мое одиночество кота нет не с вами легче как-то и находиться в ожидании и готовиться к операции поэтому спасибо что вы внесли свою лепту мою жизнь да я тоже уверен что будет все хорошо вот по-другому не должно быть поэтому ждите я обязательно стоит stories там запишу спасли слова оставлю код свой телефон и номер этот пароль телефона оставлю в stories на всякий случай ну чтобы хотя бы можно было потом кому-то войти в мой телефон и выйти в эфир за меня ладно не будем грустно все будет хорошо всех целую всех обнял пока пока доброй ночи поздравить обещал пиковая дама короче значит проснусь все будет отлично точно еще раздравить обещал все давайте пока пока